Волжский центр истории и культуры на грани закрытия. Власти говорят, что учреждение попадает под программу оптимизации. Однако те, кто создавал всю экспозицию центра, посетители и активисты намерены бороться за его сохранение. Подробности у Екатерины Караваевой. Это тоже корень дерева, то есть его подземная часть. И Николай Иванович Лебедев сделал из нее вазу. То есть корень, оказывается, у дерева тоже покрыт корой. И когда кору снимаешь, получается такая вот красивая фактура у дерева. Первоклассники слушают, затаив дыхание, все, что им рассказывают о новой экспозиции деревянных дел мастера. Некоторые из ребят в Волжском центре истории и культуры уже не впервые. Однако им здесь не менее интересно, чем товарищам-новичкам. С удовольствием ребята приходят, им очень интересно. Это как бы сплачивает коллектив и в то же время развивает их способности, кругозор. Так как мы работаем сейчас по новым стандартам, то посещение различных выставок и музеев нам очень необходимо в развитии различных качеств детей. Два небольших зала и всего один работник, можно сказать, хранительница истории Татьяна Гаврилова. Вот что такое Центр истории культуры сегодня. Он работает в Волжском уже более 15 лет. Именно сюда поступает материал обо всех городских учреждениях культуры. Кроме того, здесь регулярно проходят экспозиции. Одна из последних, когда бабушки ходили в школу, познакомила Волжан с формой, принятой более полувека назад, предметами школьного обихода. Что могла, я все сюда принесла. Когда здесь была выставка школьных изделий, я принесла тетради, которые первоклассники писали в 1954 году. Тетради, как они писали, ручки, пенал, платье учительницы. Моя тетя заслуженная учительница в городе Тулей. Все экспонаты – это подарки неравнодушных Волжан. И многие предметы они оставляют здесь на постоянное хранение, чтобы с ними могли познакомиться и будущие поколения жителей города. Однако, возможно, что проводить подобные экскурсии скоро уже будет негде. Мы относимся к библиотечной системе. Мне на планерке 18-го числа сказали, Татьяна Ивановна, так как оптимизация, так как не додали денег на всю культуру, будет сокращение. Начнем, извините, с вас. Ну вот, я восприняла это так, как и надо воспринимать. Не стала возражать начальству. Но здесь вот общественность недовольна этим. Потому что у нас проходит, здесь уже как клубное у нас сообщество, понимаете. Проходят вечера открытия, закрытия даже выставок. Центр истории и культуры действительно давно уже стал для Волжан чем-то большим, чем просто выставочный зал. Поэты, писатели, школьники, ветераны из местной первички – здесь постоянные гости. Акустические концерты, чаепития, интеллектуальные разговоры. Маленький центр согрел душу ни одного волжанина. Сюда идут люди поделиться всем. И искусством, и своими какими-то печалями, и радостями. Если придет старый человек, его встретят, и чашку чая предложат. Молодому там нальют немножечко этого самого, минералочки там. То есть, понимаете, здесь каждый встречает, что вот только его одного встречают. Не просто вот кучи, а он рад, и вот тут и имя, и отчество, не то что на улице, дед бабка. Активисты уже собрали 160 подписей в защиту центра. Этот список они намерены передать в городскую администрацию. Люди надеются, что окончание года культуры не будет ознаменовано закрытием учреждения, которое хранит историю волжской культуры. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтува».